Музыка Здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая Россия Слушайте меня внимательно, сегодня тема просто бомба И не в переносном, а в самом прямом смысле Музыка У меня на столе расположилось несколько пачек препаратов От этих мною просто уже ненавистных животных, которые съедают все подряд И конечно с ними надо бороться Как только сойдет снег и мы увидим эти злополучные норы, которые спрятаны Крысы подземные, мышпалевка водяная Они очень хитрые, интеллектуалы в высшей степени И вот знаете, начинается война Я объявляю им настоящую войну Я не могу ее больше терпеть Покупая всевозможные препараты Обратите внимание на те, которые вот у меня здесь Избавители от крыс и мышей Быстрое уничтожение Последний завтрак Кыш Зарин Как вы видите Рубит Как вы читаете по-английски, если умеете Вы должны помнить, что взяв любую пачку На обратной стороне есть обязательно рекомендация От кого? Средство для отпугивания грызунов Не токсичный репеллент кыш Экологичен, не содержит яда То есть Он своим запахом Будет отгонять их Уж мышей-то 100% Но нам нужно И отогнать их, конечно Потому что уничтожить какую-то цепочку биологическую Это тоже не очень хорошо Но вы знаете, когда нашествие Значит количество Превзошло все допустимое И они уже стали хозяевами у меня на участке И не только у меня Читая такие Рекомендации на таких пачках Значит, что здесь написано От кого это? Значит, характеристика Для истребления серых и черных крыс И домовых мышей Высокоэффективное средство борьбы с мышевидными грызунами Но ведь эта крыса, которая живет под землей Она тоже мышевидная Это мышь-полевка водяная Размер ее превосходит все ожидания Вот такой батон колбасы Без определения этой самой фейса и хвоста Она вся толстая У нее нет никаких покатов Цвет она может иметь любой Ну, чаще всего похоже на андатру Так вот какой-то, знаете Непонятно, желто-серо-черненький Такие препараты тоже очень действенны И все-таки Я долго думала Купить такие брикетики Или все-таки Как это называется Ну, типа зерна Горошками Я выбрала горошками Потому что, во-первых, удобнее положить Удобнее обмануть животное И, наверное, крыса Если хватанет хотя бы один горошек Она уже не жилет Это точно И на некоторых препаратах написано Что, съев отраву Она не будет прятаться в нору Она выйдет Наступает удушье Она выйдет сюда на поверхность И уж, конечно Тогда-то мы должны, конечно Все это дело прихватить Либо вывести куда-нибудь на помойку Но это тоже неправильно Вдруг очухается Ну, значит, нужно просто Это все утилизировать Завязать в полиэтиленовый мешок Где нету доступа Закопать в землю А потом просто сжечь все это оставшееся И я хочу рассказать вам о новом приеме борьбы Просто войны с этими грызунами С которым меня познакомил один из подписчиков на Ютьюбе И заключается он в очень простом действии Недавно закончился Новый год У кого-то остались петарды А кто-то их может просто купить Стоят они достаточно дешево Там упаковка 30-50 штук Порядка там 60-70 рублей стоит Поэтому это очень доступно Как он это сделал? Привез на дачу Оставшиеся петарды Хотел повзрывать их там после баньки Чтоб красиво было Но ему пришла в голову мысль А если эти подземные жители Кроты, землеройки Эти подземные крысы Просто крысы Они не только подземные есть Они не переносят никаких звуков Пугающих, гремящих вертушек И так далее И они не переносят ужасных запахов Ни дегтя, ни скипидара Ни пороха Ни паленого валенка Ни паленой шкуры Но как это сделать? Он поступил мудро И для того, чтобы произвести эти взрывы маленькие Приготовил такую хорошую Плотную там досточку фанерку Зажигал Сначала чистил эту норку Зажигал эту петарду Совал туда в нору Закрывал фанеркой И отбегал, естественно Там, когда фитиль дойдет до самой петарды Все это взрывается Он подходил Засыпал плотно Забивал землю в эту нору Чтобы даже запах оттуда не вышел Это очень важно И представьте себе По всему периметру своего садового участка Находя эти норы Он все повзрывал Нужно делать очень аккуратно Обязательно помнить о пожаробезопасности Обязательно Внимательно смотреть Достаточно ли глубокая нора Подкопайте немножко Чтобы было куда запихать Эту горячую с фитилем петарду Закрыть и убежать Ушли крысы Ушли и отблизлежащих соседей Представьте себе А вот как не звонишь На все эти службы Которые должны этим заниматься Помогать нам хотя бы Ничего хорошего И ничего внятного Я ни разу ни от кого не услышала Поэтому у нас Начинается война с крысами Все Наши территории Для того, чтобы там все росло И благухало какое-то количество Их может быть Но такое, как их есть Это уже невыносимо Ну, на этом я закончу этот сюжет Всего доброго И до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова